Дорогие друзья, люди, которые привыкли стоять на передовой, они стоят на передовой везде и всегда. И я хочу пригласить, попросить выступить руководителя клуба военной авторской песни «Ветер Победа», полковника ветерана службы внешней разведки Анатолия Муценична. Аплодисменты Там была уже песня, как в Нижнем Новгороде «Новгородские мужья». Потом все руководители государства, Петр I специальный указ издавал о том, что песня была, в каждом полку был свой гимн, свой ракестр. Позже издавалась, после Петра I, песенная грамота о том, что то же самое говорили. Потом Жуковский написал повторение «Певец восстания русских воинов». Интереснейшее все творение, которое положило начало в подничке этому термину «Певцы восстания русских воинов». Ермар ходил в специальную команду на свои корабли, когда покорял себе песенников, брал с собой, заказывали инструменты специальные. Всегда дух военный поднимался, поднимался в хорошей воинской песне. Писали ее в основу те, кто сражался в отрядах, в полках, в бригадах, в армиях русских воинов. И далее, если мы говорим уже о войнах, это был и Денис Давыдов. Дальше все войны, которые происходили позже, ни в одной армии мира не было, не придавалось никакого значения песни. Не было таких солдат, офицеров, которые писали бы вот так, как наши войны писали эти песни. Вторая мировая война, ну, Катюша знаменитая, она хотя бы не считалась начала военной песни, написана была еще чуть раньше, но песня, за которую присуждена была поэта Юзаков и Юзаковского «Сталинская премия». Все те войны, горячие точки, которые происходили позже, они всегда отличались тем, что песня жила не просто как произведение искусства, просто как память о тех, кто ушел, кто остался на поле боя, о тех, кто выжил. Недаром афганская песня, недаром песни появились, и кавказские песни. И в настоящее время столько оказалось, мы просто взяли, подняли немножечко архив авторской военной песни. Ребята, кто пишет песни, оказалось столько много, что мы решили, что нужно обязательно как-то собираться вместе, отсекать карфоманию всю и выискивать ребят, которые поют настоящее, пишут настоящие песни, занимаются настоящей литературой. И после, вот сейчас их много, вы знаете, наверное, это и Игорь Морозов с батальонной разведкой, это много, да Виктор Грестаков, перечислять, если будем всех, это Михаил Калинкин, который сделал замечательный, замечательный автор многих песен, поющихся сейчас во всех, в армии и на боях служили. Знаете, особенно поразило то, как во время поездки в Сирию, куда, вот все, кто сегодня будет здесь выступать, это почти все, все ребята побывали в Сирии, били на взлетных полосах, на блокпостах. И вы бы просто убили это, с каким вниманием, сколько приходит бойцов наших, которые служат сейчас в этой горячей точке, слушали наши песни, потому что в них сопереживание тому, что они делали. И я даже больше могу сказать, что те поэты, те исполнители, которые побывали там и были награждены медалью за участие в военном операции в Сирии, вот наперекор всем разговорам о том, что можно неправильно, это правильно, потому что песни это тоже оружие, это тоже боеприпасы, те, которые участвуют в защите нашей Родины, даже на дальних побежах. И я сегодня с удовольствием вот это предложение Михаила Калинкин предложил. Мы обсудили, мы посетили Музей Победы, переговорили с генеральным директором музея, школьником Александром Яковлевичем, который с радостью, в общем-то, с удушевлением воспринял эту идею создать клуб современной авторской военной песни. То есть клуб тех, кто пишет сейчас об армии. Недаром такое значение армии придает нашим удовольствием. Вы знаете, что сейчас творится вокруг России. Кольцо то, которое вроде бы давно-давно было прорвано, оно сжимается опять. И военная песня, песня своих товарищей поможет нам, поможет нам тоже отстаивать свою Родину, бороться за нее. Василий Иванович Лебедев-Кумач как-то писал, великий автор великого гимна Великой Отечественной войны, Кто сказал, что можно бросить песню на войне после боя, сердце бросит музыки в войне. И вот и после боя, и перед боем песня жила, песня российского солдата жила, живет и жить будет. И мы обязательно сделаем наш клуб регулярным, регулярные концерты, которые будут проводиться здесь. Сделаем так, что они были лишь месячные. Мы будем представлять вам авторов, хороших авторов, будут проводить комиссии отборочные. Будем знакомить вас с ними. Обязательно будем выступать в войсках, в горячих точках. А сегодня только начало. Спасибо вам, что пришли. Спасибо.